Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Толдойс, Толдот, и мы продолжаем. И один из важных вопросов, который мы затронем на нашем уроке, ровно столько, сколько позволит наше время, это история с двумя братьями Яковом и Исавом. Мы знаем, что два брата, которые родились еще при рождении, были у Ривки, которые родились у Ривки, еще при рождении были очень и очень разные. Один был абсолютным грешником, и мы об этом поговорим более подробно. Другой Яков – это абсолютный праведник, человек, который с детства был чистым, и он учил Тору в Ишеме Эвера. Он был особый человек, обладающий хорошими качествами и скромностью всем остальным. Теперь Исав же являлся в противоположность. Пишется, что в книгах Кабалы, что Исав представлял собой все физическое в нашем мире. То есть весь наш мир материальный, все материальное, физическое и материальное. Итак, Исав рождается, и уже в 15 лет он совершает первое убийство, как объясняет нам устная Тора. Он убил Немрода, забрал его одежду. Потом мы видим в дальнейшем, что он насиловал женщин. Если она была замужняя, не беда, он убивал ее мужа. И, короче, совершал очень-очень-очень страшные грехи. Руки у него были по локоть в крови. Но очень интересная вещь, что перед своим отцом он выполнял заповедь почитания родителей. Он очень любил своего отца. И перед своим отцом он выглядел как примерный ребенок. Как говорят хасиды, если бы это было в наше время, он бы носил бы, наверное, шляпу, длинную бороду и пейсы. И делал из себя религиозного человека. Итак, мы видим, что этот человек, который, в принципе, двухличный, да, то есть, и он полностью отличается от Якова. И этот человек, который, приходя к своему отцу, его полностью обманывает. Но, тем не менее, отец его очень любит. И мы увидим, что он пытается отдать ему благословение, которое, в принципе, должно достаться Якову. Мы об этом сейчас с вами подробно будем разговаривать. Итак, Исаб использует в этом мире его главное оружие. Это обман, как мы видим. Он пытается быть хорошим перед глазами отца. Пытается обмануть отца. Это у него получается. Он пытается обмануть отца. И мы видим, что его основное оружие – это оружие лжи. Теперь, если мы возьмем Якова, Яков сидит и занимается своей работой, своим делом. И праведный еврейский мальчик, да, такой в нашем примере праведный, простой еврейский интеллигент, скажем, еще больше. Но один из главных вопросов, который мы хотим задать, и это очень важно, какой бы ни был плохой Исаб, а правильно ли поступил Яков? Ведь это, на первый взгляд, это ужасное деяние – подойти к отцу, обмануть отца, одеться в одежды Исава и получить обманом благословение. Потому что пишется, что говорит Яков, что говорит Ицхак. Ицхак говорит последствия, он говорит, когда к нему приходит Исав, после того, как он отдает свое благословение Якову, он приходит и говорит, «Пришел твой брат и хитростью и обманом», то есть мир Ма – это на иврите не только хитрость, это хитрость и обманом, он получил твое благословение. То есть мы видим, что непосредственно все благословение было получено именно при помощи хитрости, при помощи обмана и хитрости. И у нас задается вопрос, Яков, который, наши праотцы, которые названы прямыми и очень честными людьми, то есть поступает так как-то, вот так вот, что называется Яков, что он обманывает, вынужден обманывать, и мы видим, что он ромай, то есть как будто бы ромай, не дай бог, что мы говорим такое про нашего отца, но на первый взгляд кажется, что он ромай, человек, который читает первый раз текст в Торе, если он не будет смотреть на комментарии, не будет знать устную Тору, он подумает, что просто было там противостояние за наследство двух братьев, чтобы получить благословение, и один при помощи хитрости получил благословение. В самом деле здесь все гораздо глубже, и мы будем разбирать это. Первое, мы знакомимся уже с историей, как получил благословение, как получил первородство Яков. Для Якова было очень важно служить Всевышнему. Раньше служба, которая принадлежала первенцам, то есть первый ребенок, сейчас у нас служба принадлежит Коинам, потомка Паарона, а до этого первый сын в семье, он был очень духовный, и его задача была служить Всевышнему, приносить жертвы, быть главным в семье именно по отношению к служению Всевышнему. Теперь понятно, что Исаву оно и даром не нужно, потому что Исав вообще от Всевышнего далек. То есть он не соблюдает его заповеди, он убивает людей, он делает страшные вещи, и поэтому в тот день, когда, как мы уже упоминали, он пошел на охоту, он любил охотиться, он увидел, что был такой царь Немрод, который все время побеждал. Теперь, почему я рассказываю эту историю, она нам будет очень нужна в конце нашего урока. Итак, Немрод носил одежды, специальные одежды, которые ему достались от первого человека, потому что их украли из ковчега Нооха, и передали ему, как бы, достались они ему, вот именно неправильным путем, и эти одежды, из-за того, что эти одежды, которые были непосредственно самого первого человека, на животных охватывал их ужас и страх, и поэтому он был удачен в охоте, потому что животные вели себя как-то это вот, они бы давали сразу себя, он был удачен в охоте. Когда Исаф узнал, что кто-то охотится лучше, чем он, что делает Исаф? Он берет лук и застрелил Немрода, забирает его одежду, одежду приносит домой, и она хранится у матери, и эта одежда, он вообще ее хотел для того, чтобы охотиться. Но на самом деле мы видим, что у Исафа есть одна очень великая заслуга, и это тоже нам важно скажем, что он, когда увидел, что эта одежда настолько идеальная, он сказал, нет, эта одежда не для того, чтобы охотиться. В этой одежде я буду захотеть к своему отцу, и это будет проявление уважения настоящего к моему отцу. Отец увидит его, и эта одежда действительно, пишется, пахла, у нее был особый запах. И он сказал, вот эта вот одежда очень важна, и поэтому он приходил к отцу, это его очень большая заслуга. Пишется за эту заслугу все потомки Исафа, то есть они как бы получили красоту, то есть как бы красота именно за почитание родителей. Итак, мы продолжаем, мы сказали несколько вещей, мы сказали в том, что он убивает Немрода, и после убийства, после того, как он увидел, как первый совершил убийство, он возвращается домой. В этот момент умирает Абрам, потому что Абраму обещано, что он дойдет к седине, к старости счастливым человеком, поэтому он не видел, как его внук убил человека. И траурное кушание, которое приготовил Яков Яков для своего отца, это была чечевичная похлебка, которого было красного цвета, Исаф заходит, он говорит, что это такое чечевичная похлебка, он говорит, дай мне, дай мне, дай мне. Объясняется, что Исаф настолько был материальный, что если он чувствовал какую-то материю, ему нужно было ее тут же получить. И в этот момент он был уставший, он сказал, дай мне похлебку. На что Яков ему говорит, продай мне сегодня свое прерывородство. И он говорит, конечно, я продам, оно мне и так не надо, то есть так объясняет Исафна Тора. Но я иду на смерть, на какую смерть человек, который такого рода должен быть первосвященником в доме, и он убивает человека, конечно, наказание будет довольно серьезное. Он говорит, я так могу умереть, возьми это прерывородство. Яков объяснил ему, что первородство до этого, что такое первородство, что это очень важная ответственность в жизни, что она требует особого ответственности, и понятно, что особое наказание идет за несоблюдение этой ответственности. Итак, Яков выкупает у него первородство за похлебку чечевичную. Вот, это первый случай, который мы видим, такой хитрости, которую применил Яков, потому что для него действительно важно было получить первородство. Дальше Исаф, опять же, как ни в чем не бывает, продолжает обманывать отца, говоря, что он первородный сын. Есть еще там истории, что каждое утро он выходил, с Яковым как будто бы они шли вместе, он узнавал, о чем говорится вешиве, тут же шел охотиться, потом возвращался и начинал говорить отцу, что я такой вот грамотный человек, вот, и задавал вопросы. Вы знаете, как в школе ребенок, который больше всего задает вопросы, это выскочка, который хочет, чтобы на него обратили внимание. Помните, когда мы все учили, были люди, ты задаешь вопрос просто ради того, чтобы задать вопрос, чтобы учитель подумал, что ты разбираешься. То же самое происходило с Исавом, и надо объяснить, что были более глубинные вещи, он говорил, как отделять массы от соли, десятину от соли, нужно ли отделять или нет, понятно, что не нужно было, но он подходил более глобальным вопросом, то есть все было для того, чтобы обмануть своего отца. Но Ривка, которая выросла в доме Лавана, своего брата, который был обманщик, она прекрасно видела сущность своего сына, прекрасно понимала, что представляет из себя сын, и поэтому для нее было важно, чтобы получил благословение именно Яков. А теперь, внимание, основной вопрос. Важно тебе, не важно, почему таким путем? Почему именно таким путем? И Дора будет объяснять нам, на уроке мы объясним, что важен был именно даже путь, который получил благословение. Ты замужем, 70 лет, по-моему, уже была замужем, я не помню точно, могу ошибаться, за Ицхаком. Ривка замужем, она знает то, что происходит. Приди и скажи Ицхаку, в конце концов, как это сделала цара, она сказала Авраму, выгони Ишмаэля, приди, подойди к Ицхаку и покажи, что из себя представляет твой сын Эйсав. И когда ты объяснишь ему, что представляет твой сын Эйсав, то есть понятно, что он должен принять другое решение. Нужно прийти и объяснить, зачем нужен такой способ. Мало лишь того, что Ривка даже не пытается разговаривать с Ицхаком, и мы объясняли это на предыдущих уроках и попробуем объяснить здесь, потому что Ицхак, он на латв мими, и он изначально видит корень. А вот корень у Исава был очень высокий. И мы об этом тоже поговорим сейчас. Почему у Исава был очень высокий корень? Потому что пишется, то, что высоко находится, низко падает. Чем выше находится, тем ниже падает. В нашем мире у него был очень высокий корень, у него было очень высокое тело, которое было в состоянии поднять этот весь мир. И понятно, была голова, но голова не могла управлять телом, голова была святая, а тело требовало всяких необычных удовольствий от этого мира. И в этом происходило, что все заканчивалось на этапе с головы до туловища, оно не переходило. Там, где шея уже все оставлялось по-другому. И поэтому, как бы, Яков изначально, то есть Исхак изначально видит, что, изначально видит, что он высокого корня, у него высокий корень, и хочет отдать благословение именно ему. Но сказать, что Исхак вообще не знает, кто такой является его сын, тоже очень сложно. И поэтому, есть другой комментарий, я не буду его долго объяснять, но есть другой комментарий, это настоящая любовь, потому что это два его сына. И он понимает, что кому, какому сыну нужно дать больше, за каким сыном нужно больше заботиться, это как раз Исах. Да, потому что этот сын, он отходит от дороги, у него есть большой потенциал, и своим благословением Исхак надеется, что он изменит Исава, и Исав выполнит ту работу, ради которой он был сотворен. Объясняется в Каббале, что он был сотворен для того, чтобы поднять эту материю к святости, потому что сам он был материальным. И так мы возвращаемся, почему же все-таки Ривка не попросила благословения. По одной простой причине, нет смысла разговаривать с Исхаком, потому что Исхак не поверит, потому что Исхак будет смотреть сверху вниз, а она видит снизу вверх. То есть она видит, что происходит и сверху вниз, и снизу вверх. Потому что пишется, что наши праматери были более святые, более пророческий дух у них был гораздо больше. Тем не менее, это не помешало, не помешало тому, что Исхак хочет передать благословение именно Эйсаву. И вот таким вот способом мать одевает одежду, как мы знаем, эту одежду отдает Якову, говорит, что приди, ты должен это выполнить, ты должен прийти на это, и ты должен выполнить то, что я от тебя прошу, потому что я знаю, что это благословение должно принадлежать тебе. Да и Яков об этом знает, но он знает, что он хочет его отдать Эйсаву, и поэтому Яков вынужден таким вот образом прийти получить благословение. И вопрос этим не решается, потому что все-таки он сделал вещь, которая на первый взгляд противоречит поведению, которое должно было быть. И мы видим в дальнейшем, что Яков был за это тоже наказан, несмотря на то, что мы объясним, что он поступил правильно. И именно только так он мог поступить и никак по-другому, иначе бы Тора нам об этом и не рассказывала. Но тем не менее, впоследствии он получает наказание за свои поступки, потому что ложь всегда догоняется, всегда получается за нее наказание. Мы видим, где он получился за это наказание, несмотря на то, что он сделал все правильно. Это когда ему подкладывают место Рахель, ему подкладывают Якову Лею, вот утром он говорит, что ты мне сделала, ты же обманщица, ты же била себя всю ночь, как Рахель. Она говорит, а ты, я у тебя научилась, ты пришел к своему отцу, обманув для того, чтобы достичь святой цели, а я хотела праведного мужа, я не хотела быть женой Эйсава. Пишется такой метраж, что они были две сестры, Рахель и Лея, это были две сестры, теперь Рахель должна была достаться Якову, то есть младше младшему, старше старшему. И она объясняет, ты забрал первородство у Эйсава, значит и возьмешь меня, то есть значит я принадлежу тебе. И поэтому для того, чтобы стать женой такого праведника, как ты, я готова пойти на все. Как ты был готов, чтобы забрать благословение у у своего отца, так и я готова для того, чтобы быть твоей женой. И дальше второй раз, когда он говорит, он приходит к Лавану и говорит ту же самую фразу, Лама, почему ты меня обманул? То есть он ему говорит, потому что так не делается у нас. То есть что он говорит, что ты поступил так же. То есть он напоминает ту историю, кто бы говорил, да, то есть помните, как это знаменитый анекдот, да, когда Машех приходит, его все ждут, он пришел, вот и все, он говорит, идем строить храм, собирает еврейский народ. Один человек не идет, старый пожилой дедушка, он учит Тору. Он говорит, мне надо всех евреев собрать, скажите этому дедушку, чтобы он пришел. Посылает посыльного, посыльный приходит, он говорит, ну идем строить храм. Он говорит, подождите, я не доучился. И так раз пять ему посылает, подождите, не доучился, потом все-таки он приходит, Он подходит к Машеху, и Машех ему говорит, слушай, тебя все уже заждались, почему ты не пошел? Он говорит, ой, Машех, кто бы говорил? То есть здесь то же самое, кто бы говорил Лавану, кто кого обманул? Да, Лаван был обманщиком, но он знает историю, о которой мы говорим, что при помощи хитрости Яков забирает благословение. И теперь мы попробуем понять, почему именно только так Яков мог забрать благословение, так или и не иначе. И пропустил я еще одну вещь рассказать, почему все-таки Ицхак хотел дать благословение именно Исааву, потому что он видел, что у Исаава большой корень, и этот корень впоследствии вылится. То есть так как мы знаем, что у Ишмаэля не было потомков, которые стали герами, то есть приняли еврейство. Вообще не было, практически не было. Конечно были, но известных геров мы не знаем. До сих пор арабы редко принимают иудаизм, очень редко. То есть есть случаи, конечно, редко. Может сейчас перед приходом Ишеха это будет больше, но довольно редко принимают. Ну что сказать у потомков Исаава? Вот у потомков Исаава очень многие приняли иудаизм. И это не просто люди, которые приняли иудаизм. Раби Акива из потомков Исаава, раби Мейер Балянест из потомков Исаава, Исаава, Абадия, Автальон. То есть одни из основ столпов еврейской веры, столпов из еврейского обучения Тора, это были люди, которые являются потомками Исаава. То есть и как же мы понимаем, что Ункиос, давайте возьмем Ункиос, Ункиос тоже потомок Исаава, а Ункиос это необычный человек, он перевел всю Тору на армейский язык, и он является потомком тоже Исаава. То есть он видел, я Исхак видел потенциал, который будет в дальнейшем у Исаава, и поэтому он хотел передать именно благословению именно Исааву, потому что он видел его духовный корень, и он видел во что это выльется. И мы видим в дальнейшем, что как бы кое с чем он был прав, он видел кое-какие вещи, но в результате Исхак признает свою ошибку, и мы продолжим, почему именно таким образом должно было произойти все, что, о чем мы говорим. Объясняется в книгах, чтобы ответить на этот вопрос, мы скажем так, объясняется в книгах Кабалы, что наш мир сотворен определенным образом, как говорится, что Всевышний говорит, что наш мир, он, мир, то есть мы говорим, называется пятки Машеха. Что такое пятки Машеха? Пишется, что когда Яков выходил, он держал Исаава за пятку, то есть пишется Эйков в пятке, от слова Эйков пятки Машеха. Также слово Эйков можно перевести как обхитрить, обкрутить, и поэтому, когда мы видим, что Яков приходит получать благословение, он получает благословение у Исхака, то потом заходит Исаав и говорит, а где же мой отец благословил меня? Он говорит, а кто это был до тебя? И он говорит, это был брат, они понимают, что это был его брат, и он говорит, пришел твой брат и хитростью забрал благословение. Он говорит, недаром назвали его Яков, потому что он меня, Ика, не помает, то есть он меня, Яков, от слова, он меня обвел два раза, и отец начинает выяснять, где первый раз был, он говорит, это с первородством. А, так он ему уже обманул с первородством, уже была одна ложь, но неважно, он говорит, окей, и второй раз, где это второй раз, это сейчас, то есть два раза, к которому он отошел, что само имя Якова так же светит. Ну, пишется, что Машех, то есть пятки Машеха, то есть что наше поколение названо пятки Машеха, то есть у пяток есть возможность, там Раба объясняет это много, что пятки, почему мы названы пятки Машеха, потому что голова, конечно, это более святой орган, да, то есть как бы он более понимает, но пятка, она готова пойти в горячую воду, но это отдельная тема, не тема нашей сегодняшнего урока, но мы должны сказать, что наш мир, он устроен хитростью, то есть наш мир был устроен с хитростью, и для того, чтобы поднять наш мир к святости, нужно прибегнуть к стратегии нашего мира. Что значит стратегия нашего мира? Наш мир постоянно пытается нас обмануть, он скрывает от нас Всевышнего, он скрывает от нас святость и пытается нас именно обмануть. Улам-Азе, он шикри, то есть он ложный, то есть он постоянно врет, наш мир постоянно пытается нас обмануть, он делает вид, что нету Бога, он делает вид еще что-то, то есть наш мир, в принципе, это мир лжи, и для того, чтобы с этим миром работать, как пишет авто и лентам с лжецом по его методам а вот там чуть по-другому пишет а вот с человеком который хуцпан то есть наглецом надо по наглому то есть как ты так и вы есть орудие должно быть с своеобразное да как мы сказали он бы не принял иска поэтому пришлось выполнить такие хитрости и с этим миром можно бороться только при помощи хитрости но где мы видим эту хитрость и почему это именно яков должен был сделать и другие именно таким образом объясняется это в каббале каббале объясняется что яков был реанкранация первого человека и поэтому не случайно я рассказывал про одежды которые принадлежали первому человеку который дал непосредственно всевышний первому человеку и потом их забрал ним рот помните мы говорили потом они достались и саву и поэтому как одежды нужно было добрать и вернуть им изначально правильное положение так и нужно было в этом мире навести порядок после того как этот порядок был разрушен с кем с первым человеком и так мы вспомним одну очень интересную историю там вот рассказывал что был такой раби бана раби бана решил сделать очень большой праведник и он решил сделать большую вещь он должен был найти могилы где находятся все могилы для того чтобы если могила еврейская находится туда кое не может ступить ногой и поэтому если она не ограждена и он может кое не сможет там проходить и для того чтобы это сделал он начал заниматься тем что он был у него такой духовный ультрасаунд сейчас говорят что есть обычный ультрасаунд который это определяется на него был духовный ультрасаунд и он ходила находил могилу и вот он пришел в пещеру махпел мы говорили на прошлом уроке там где похоронены четыре там первый человек и его жена хава адам и хава где похоронен ицхак и рахе из как и лея где похоронен яков ицхак и рахель яков и лея то есть все четыре пары поэтому это называется пещера четырех как мы сказали вот и он нашел могилу он увидел якова он увидел тела якова захотел посмотреть увидел якова захотел посмотреть на адама и тут ему было сказано а даму ты не должен идти сверху да почему потому что никто не может видеть его ицо его лицо это лицо мироздания достаточно того что ты посмотрел на лицо якова потому что якова лицо это прообраз лица прообраз лица именно прообраз лица Адама Решона. То есть первого человека. Так Иаков становится прообразом Адама Решона. И поэтому, что произошло с Адамом Решоном? Адам Решон, первый человек, вместе с Хавой сделали грек за три часа. То есть три часа, которые нужно было подождать, они не удержались. Как же они нарушили этот грек? При помощи сатаны, при помощи кроме сатана, получается, это Нахаш, это змея, который, как бы, называется сатан, он начал их соблазнять. Он начал врать, что в грехе что-то есть положительное. До этого у них не было вопроса. Они знали, грех это против желания Всевышнего, и не может быть положительным. И Церара, наше злое начало, и Нахаш, наш сатан, он действует всегда одним и тем же методом. Он пытается тебе сказать, что на нарушении тора и заповеди есть что-то то, что принесет тебе радость настоящую, принесет тебе какие-то блага, именно духовные тоже, не только материальные. Иногда Нахаши Церара говорит, нарушь какую-то маленькую вещь, и благодаря тому, что ты ее нарушил, потом исправишь, то у тебя будет все хорошо, ты будешь как блин в масле. И поэтому, из-за того, что именно первый человек совершил вот эту вот вещь, то исправить первого человека должен быть Яков. То есть Яков должен был ответить Ецераре и Сотану именно тем же инструментом, который Сотан пришел к нему. Говорит любаяческий рэббл в одной из переписок, и он говорит, как правильно не допустить, чтобы Ецерара тобой управляла. И где он это объясняет? Он объясняет, это очень красиво. Он говорит, что тоже прийти и скажи ему, давай завтра, то есть я готов, но давай завтра, сегодня шаббат, давай завтра я согрешу, послезавтра согрешу. То есть и так каждый раз ты откладываешь, откладываешь до того момента, как ты тоже его, так он, так он, как его методом. И поэтому нужно было для того, чтобы исправить то, что разрушено было при помощи Сотана, нужно было повернуть святость в тот же материал, которым Сотан рушил все вокруг, да, которым Нахаш, змей, который воспользовался змей для обмана. Именно такой обман, но раб объясняет, это не совсем обман, это изменить что-то, чтобы уметь пользоваться этим миром. В нашем мире, к сожалению, мы вынуждены использовать то же оружие, которое было у Исава, которое было в нашем мире. Да, и мы часто видим, что нам приходится исхитряться, изволчаться, то есть как бы нам приходится выкручиваться из положения для того, чтобы достать до какой-то цели. И эта цель очень святая, потому что мы говорим о святой цели, поэтому нам это очень важно. Поэтому для нас сейчас важно объяснить это, что именно с нашим миром по-другому не получается. Очистить и поднять наш мир можно только при помощи взаимодействия с материальным миром, как материальным миром. И здесь мы приходим к ответу, еще одному ответу на тот вопрос, который мы задавали именно с Ицхаком. Какой вопрос мы задавали с Ицхаком? Почему он хотел передать благословение не Якову? Потому что он считал, что Яков ничего общего с нашим материальным миром не имеет. Нужен человек, который сможет зайти и наш мир переделать. А кто такой человек? Это Исах. Исах умеет охотиться, Исах умеет с этим миром вести себя. Исах и этот мир это как рыба в воде. А Яков, он не рыба в воде в этом мире. Яков, этот мир ему на первый взгляд чужд. И поэтому Ицхак изначально в виде Якова праведным мальчиком, который не в состоянии заниматься вот этим миром, да, то есть понятно, что он и не будет, его благословение, это не позволит ему перейти ту черту и сделать то, что он может, он лучше будет сидеть и учиться в Вишиве или еще что-то. И на этот ответ сделал Яков, потому что когда надо, Яков одевает одежду Исава. То, что мы говорим, одежду, только одежду. И поэтому очень важно, как говорит Тора, голос, голос Якова. Руки, руки Исава. Почему голос Яков? Здесь ты должен быть Яковом. Цель, которую ты поставил, должна быть святой. Руки должны быть как у Исава. Ты должен спуститься в этот мир, и ты должен в этом мире работать, иначе этот мир ты никак не перевернешь святости. Ты должен находиться в этом мире, ты должен его обрабатывать, ты должен им двигаться. И поэтому, когда Ицхак увидел, что Яков может совладать с этим миром, не просто человек, который сидит только, а когда надо, он берет и выполняет, и он прекрасно может поднять этот мир святости, что произошло, когда, мы говорили об этом на предыдущем уроке, когда приходит Ицхак, когда к Ицхаку приходит Яков второй раз, да, когда перед тем, как уйти, что должен был сделать Ицхак? Он должен был на него сказать, как ты мог поступить так со мной? Ты и твоя мама, да, как вы могли так и построить? Он должен заходить скандал или еще что-то. Он понимает, что это был единственный правильный метод для того, чтобы его убедить, что действительно благословения принадлежат ему по праву, и вместо того, чтобы его дальше там сказать, будь ты проклят, не дай Бог, да, он, говорит, дает ему добавочное благословение, которое даже Исаму не дал, он сказал, что все благословения забрал, да, он дает ему добавочное благословение, и с этим благословением добавочным он выходит. То есть мы видим, что Ицхак тоже в конечном итоге признает, что с этим миром, нужен такой человек именно как Яков, именно человек, у которого голова будет в духовном, а тело сможет работать, как у Исава. И мы понимаем, что в этом мире нужно применять хитрость. Нужно применять хитрость, да? И помните, как в том анекдоте, который рассказывается, что когда один человек его принимает на работу, и его спрашивают вопросы, он отвечает и говорит, вы пьете? Нет, курите? Нет. У вас вредные такие привычки есть? Нет. Нет, вы эти языки знаете, знаю, все, можете, могу. Все, что его не спрашивают, ответы только утвердительные, положительные, и все. Он говорит, скажите, у вас есть хоть один недостаток? Он говорит, да, только один. Какой? Он говорит, я постоянно вру. Да, то есть, понятно, что иногда нужно что-то сулкавить, да, то есть, сказать половину правды, как говорит Рэвэ, потому что иначе ты не сможешь двигаться. Если бы человек говорил всю правду, то этот мир не мог существовать. Этот мир не может существовать только на правде. И поэтому есть моменты, когда для святых вещей Тора сама разрешает изменить какую-то вещь, можно сказать, сулкавить, обхитрить, обмануть. Что значит обхитрить, обмануть? И когда Тора это разрешает, давайте посмотрим самый простой пример, который пишется в Торе. Что сказала Сара, когда говорят, что у ней родится ребенок? Что она в сердце сказала? Она сказала, мой муж старик, да, то есть, буквально. Что говорят ангелы? Почему смеется твоя жена? Сказала, что я стара, да, то есть, она не говорит, что муж старит. Ангел уже меняет, они уже приводят хитрость этого мира. Почему? Чтобы был мир в семье. Итак, это первый ответ, когда мы можем хитрить по-настоящему, когда вопрос зависит мир в семье. И мы знаем Аарон, Аарон тоже постоянно хитрил для того, чтобы сделать мир между мужем и женой. Когда муж с женой ссорился, да, он приходил сначала к мужу и говорил, твоя жена о тебе говорила такие хорошие вещи, но она боится тебе об этом сказать, боится первое заговорить. Потом шел к жене и говорил то же самое про мужа, да. И то же самое происходило про мужа, и то же самое он говорил, какие-то хорошие вещи, и потом они вместе когда встречались, начинали там обратно, он соединял семьи, он делал очень много полезных вещей, то есть именно и поэтому, когда, если, скажем так, мы такие правильные люди и правда, и быть прямым, это тоже важно, требует от нас говорить правду, с одной стороны, но с другой стороны, есть моменты, когда мы не обязаны сказать правду. К примеру, мы говорим, что когда, это касается мужа с женой, да, то есть приходит жена и говорит, скажи, а это правда, что мой муж говорил обо мне такие-то, такие-то вещи, а это правда, что я ему сказал, чтобы он не пил, он с вами пил или он с вами не пил, то есть как он себя вел, то есть он пил с вами или не пил, или еще другое. Да, конечно, ты имеешь право обмануть, сказать, нет, он говорил о тебе только святые вещи, хотя на самом деле непонятно, что он мог говорить, думал только о тебе, да, то есть все, помните, как в этом анекдоте, да, муж пришел домой, и жена решила проверить, где он был, так пошутить, она начала звонить всем его друзьям, чтобы узнать, где он провел день, то есть не спрашивая его, и каждому другу, который звонил, он говорит, половина сказали, что действительно он у них провел всю ночь, а другая половина сказала, что он до сих пор у них, да, то есть как бы только телефон не работает, вот, то есть это такая мужская солидарность, такая мужская вещь, ну, а ладно, это анекдот, но как бы разрешается даже соврать, даже когда ты знаешь, что человек поступил плохо, да, то есть, или он приходит, говорит, а правда, что это два человека, да, встречаются в синагоге, один говорит, ты знаешь, мне сказали, что этот человек о мне говорил таких гадостей, он говорит, нет, он на тебе наоборот говорил только хорошие вещи, и ты знаешь, что ты врешь, но для того, чтобы с людьми был мир, это нужно сделать, и это Тора не просто разрешает, а даже Тора рекомендует правильно это сделать, и мы видим эти примеры, где мы еще видим эти примеры, секунду, есть еще пример, это человеку получает анализы, ты врач, у тебя есть анализ, что человек проживет только две недели, да, и если ты ему то скажешь, он на эти две недели не проживешь. Лучше ему не говорить, то есть не говорить результаты, что там ему сказали, что ты умрешь. Я помню, что, я не помню, кто из авторов, мой папа всегда любил рассказывать это произведение, что один человек почему-то решил, он был в больнице, он решил, что когда все листья опадут с дерева, да, то тогда он умрет. И кто-то подвязал, один об этом услышал, подвязал последний листик, вот, и этот листик никак не опадал, и пока он этот листик до сих пор не опал, он действительно жил, да, то есть как бы можно много приводить таких примеров, да, что иногда вот такое вот лукавство, оно очень важно для того, чтобы сохранить человеческую жизнь, понять, да, человеку надежду, что-то сделать очень важное, да, то есть чтобы, скажем, пример, один из примеров, который рассказывает Рабашкиназий на своих уроках, часто, этот пример, я подчеркиваю, наши уроки основаны в основном и уроки Рабашкиназии, других равинов, был такой пример, что Раба Авадия СФ, Аллаху Шалом, он был очень большим равином, сифарским, вы, наверное, знаете, не первый раз о нем слышите, получилась такая история, что была девушка, которая вела такой довольно обычный для светского человека образ жизни, вот, и потом она стала религиозной, она вышла замуж за религиозного парня, и все было хорошо, у них родился первый мальчик, и первый мальчик, который первый рождается, если не было до этого выкидыша, или не было другого ребенка, он является первенцем, и существует обряд выкуп первенца, да, то есть выкуп первенца, это очень важный обряд, но она не говорила своему мужу, да, что до того, как она с ним начал встречаться, и до того, как она стала религиозная, она жила другой жизнью, и у ней был выкидыш, то есть она забеременела, был выкидыш, но об этом никто не знает, кроме близких людей, и она звонит Раву, и спрашивает вопрос, обычному Раву сначала, что мне делать, мне надо признаться, но тогда, возможно, он даже со мной разведется, а если не разведется, то отношения в семье будут совсем другие, он не знает, кем я была до этого, да, мою предыдущую жизнь, или я, если я совру, тогда он скажет имя Всевышнего попросту, а это запрещено Торой, сказать просто так имя Всевышнего, то есть когда будут выкупать первенца, надо сказать браху, благословение, он скажет эту браху, и Рава Вади Исеф, доходит вопрос для Равы Вади Исефа, у него есть большие плечи, он это разрешает, ну, как бы, и он говорит, соври, пусть лучше будет браха, либо тала, но будет мир в семье, да, то есть почему надо соврать, потому что он говорит, что ты можешь разрушить весь свой дом, и даже если он не разведется, он будет на тебя по-другому смотреть, поэтому лучше вообще об этом истории умолчать, даже таким путем, и, конечно, есть люди, которые для них важно сказать правду, они говорят правду, их могут выдумать с работы, их могут сделать все, что остальное, там, смотрите, скажем пример, я хотел еще привести несколько примеров, скажем пример с Ираном, да, если бы Иран точно сказал, что мы делаем ядерное оружие, сказал бы правду, понятно, что его бы уже разбомбили, и все остальное, но Иран говорит, мы не делаем ядерное оружие, и поэтому он врет, и приходится нам или раскрывать эту правду, или приходится, дай бог, что, спасибо Трампу, да, который расторгивает это соглашение, приходится хитрить, приходится запускать разведчиков, что такое разведчик, разведчик это тоже, это хитрец, да, если мы уже заговорили про разведчика, давайте вспомним про Крым, когда Путин говорил, нет, подумаешь, люди, об этих, военной форме, да, то есть, не наша военная форма, военную форму можно купить на рынке, потом, конечно, сказал, что это были российские солдаты, да, и что это его были прямые указы, захватить Хрым, ну, неважно, можно приводить пример за примером, там, к примеру, вспомнил пример Шарона, да, Риэль Шарон, для того, чтобы погасить терроризм арабский, когда выходил террорист из какой-то деревни, он просто брал бульдозеры и сносил всю деревню, были у него специальные, были солдаты, которые переодевались в обычных арабов, и могли там уничтожить целую деревню, и для того, чтобы это можно было сделать, и для того, чтобы было спокойствие, после этого он говорил, это не наши солдаты, нас там не было, то есть, это не мы, да, то есть, как бы, мы это не делали, да, то есть, иногда приходится использовать оболочку этого мира, потому что, если ты будешь говорить правду, то с правдой ты не сможешь продвигаться к своей цели, к праведной цели, да, то есть, как я говорю, и эта история, очень есть еще одна история, там, знаменитая, что был один доносчик во времена, по-моему, Рашаба, я не помню, или даже раньше был один доносчик этот доносчик доносил на евреев разные вещи не только доносил, а еще писал там разные вещи и он очень сильно достал еврейский народ очень многих из-за этого забрали в тюрьму имущество потеряли, некоторых убили казнили за что-то и еврейская община обратилась к Рэбе чтобы он с ним поговорил проклял, что-то сделал, успокоил и когда он к нему пришел, он ему начал говорить он его вызвал и начал говорить как ты поступаешь со своими братьями допустим, если ты занимался ликероводочными изделиями, это был царский указ если кто-то это занялся и сделал без разрешения царя, за это полагалась смертная казнь а если кто-то настучит, то получается он приговорил человека к смертной казни и он говорит, как ты можешь так поступать со своими братьями он говорит, Рэбе, все что я говорю это чистая правда, поэтому ко мне не может претензий быть Он говорит, раз ты говоришь уже правду и живешь правду, то правда относится к мир правды, мир истины. Какой мир истины? Это будущий мир. Будущий мир и мир истины. А наш мир, он мир вранья. Поэтому ты уже находишься в будущем мире и ты туда должен перейти. И понятно, что человек умер, ушел в будущий мир, в мир истины, в котором говорят как раз только правду. И там мы будем говорить правду, и там нас спросят за все наши нехорошие поступки. И там будет действительно правда. И с Божьей помощью этот мир мы тоже перевернем, чтобы из мира Якова он превратился, из мира, которым мы должны быть, Эйкип, он превратился в прямой. Потому что Якова становится второе имя Исраэль. Исраэль. Прямой перед Богом. Ишар. То есть там тоже будь прямым перед Богом. Голова Бога Исраэль. То есть отцова прямота. Поэтому он получает имя, когда он борется с ангелами Сама. Он признает его благословение. Говорит, больше тебя никто не будет называть Яковом, потому что ты будешь Исраэлем. И чтобы объяснить, почему Яков еще применил этот вот такой вот поступок он сделал, я приведу еще один пример, который тоже в Ашкеназе приводит. Он говорит, было два брата. Один брат был такой как бы задиристый, гиперактивный. Но он убил другого брата. Другой брат был очень хороший, интеллигентный, правильный. И он терпел, 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 ничего не отвечал. В какой-то момент этот брат не выдержал. И как ответил этому брату, как дал этому обидчику, что обидчик так получил, что он прибежал к жаловаться к папе. Он говорит, папа, меня побил брат. Что делает папа? Папа поднимается и дает ему подзатырник. Он говорит, папа, он меня побил, ты ему побил. Ты знаешь, я знаю ваши отношения. Я знаю, сколько он тебя терпит. Если он уже нашел нужным тебе дать по мозгам, значит, ты действительно этого заслужил. Значит, ты совершил что-то такое, что даже брат не выдержал. Если Яков вынужден совершить что-то такое против своего брата, чтобы забрать первородство, это не просто так. Это та грань, из которой это невозможно было сделать и невозможно было поднять. Еще одна вещь, что я хотел сказать про наш мир, что мы пользуемся именно как Яков. Мы идем в наш мир после шабата, после костюмов одеваем, мы там работаем, идем на работу, кто-то на физическую работу, мы одеваем костюмы доктора, костюмы еще что-то. Это называется костюмы Исава, костюмы нашего материального мира. То, что говорится, руки, руки Исава, а голова, голова и окова. Мы должны одеться в этот материальный мир и должны выйти. Хотел рассказать одну историю на завершение нашего урока. Он сегодня длинный, как никогда. И так, был один хасид, который был довольно хороший человек. Он был большувал, он вернулся к Чуве, он стал религиозным. И он был рэбом очень часто, но он, как бы можно сказать, не совсем до конца был религиозным. То есть, когда он приезжал к рэбе, понятно, он одевал шляпу, костюм шел к рэбе. Когда он жил в другом городе, он одевал светскую одежду. И он в светской одежде. Он говорил, что это светская одежда, еще другие вещи какие-то. И каждый раз, когда он приходил к рэбе, он понимал, что рэбе это праведник, он видит все насквозь. Все насквозь. А я, как бы, пытаюсь его обмануть. Кого я пытаюсь обмануть? Я на самом деле тот, кто я есть. И в один прекрасный момент он говорит, что не буду я больше обманывать рэбе. Он пришел к нему в светской одежде, в джинсах, скажем, еще что-то. И когда рэбе его увидел, он улыбнулся и сказал, он говорит, что до сегодняшнего дня я не мог понять, где ты обманываешь. Или когда ты приходишь ко мне, ты это ты, твое истинное лицо это у меня. Или твое истинное лицо это когда ты возвращаешься от меня и едешь в тот город. Где ты играешься, где ты обманываешь, я не мог понять. Или ты обманываешь там, на самом деле ты знаешь, что истинность это у меня. Или ты обманываешь у меня. Но когда ты пришел в светской одежде ко мне, я понял, что истинность все-таки у тебя там была. То есть это очень важно, как мы относимся к этому миру. Этот мир не должен залазить к нам в голову. У нас должны быть руки Исава, тяжелые руки, которые могут работать в этом мире, поднимать его к святости, делать любую работу, двигаться. Мы должны следить со своим здоровым, еще очень много. Но с другой стороны, мы должны также, чтобы голова оставалась головой Иакова. Что здесь мы должны понимать, работаем для того, чтобы давать сдаку, делаем другие вещи для того, чтобы в шаббат поставить красивый стол, принести красивые цветы домой, сделать красивую квартиру, для того, чтобы сделать жилище Всевышнему в этом материальном мире. И чтобы этот мир открыл настоящее истинное лицо. Всем желаю гуд шаббес, шаббат шалом, хорошей субботы, веселой субботы, истинной субботы. Чтобы вы пришли сюда и здесь вы были тем, кем вы есть на самом деле. Потому что каждый еврей на самом деле у потомок Абрама Ицхака Якова, и он святой. И поэтому вы есть евреи с божественной душой. Мы вас всех ждем, любим. Гуд шаббес, шаббат шалом.